Извините, а гравитсапа это что? Ну, гравитсапа это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравитсапой в любую точку вселенной за 5 секунд. Всем доброго дня, с вами очередной раз ОМЗАП. У нас Киа Соренто 2.2 турбодизель 2013 года. Будем делать муфту полного привода. Она немножко необычная, сейчас немножко расскажу и немножко покажу, как и что делается. Данная муфта довольно редкая, крайне редко ломается. Очень хорошего качества, но все же, то есть иногда, иногда она выходит в строя. Проблема на данный момент на машине полностью выворачивает руль. То есть и подаем вперед, либо назад, либо идет вибрация, либо она подпинывает. Когда в ней заканчивается масло, то есть она у нас необслужимая. Там нет такого, чтобы сменивалось масло или что-то еще. То есть она вот ходит и ходит. То есть сломалась, поставили новую. Ну, то есть так было задумано. Так, ну вот. Вот она муфта. То есть она также с разъемом, но она уже усилена большим объемом. Если мы берем Санта-Фе, либо Соренто на 2.2 дизеле или бензине, именно на механике, именно на механике стоит всегда такая. Может быть, именно для нагрузки, то есть больше усилия, именно устанавливали муфту повышенной мощности. И некоторые муфты очень-очень мало и очень редко они попали на автомат. В основном там стоит либо короткая, либо уже с насосом электрическим. Также, чтобы нам ее снять, надо снять карданный вал, открутить 4 болта и снять разъем. Разъем отщелкнуть сразу не получится. Надо будет его снять, то есть муфту на весу. Хотя можно попробовать. Вот у меня прям удобненькая такая штучка. Там обычно попадает песок, и она не совсем охотно снимается-то. Это разъем. Сейчас дунем туда воздухом. То есть это земля, песок, который забивает фиксатор. Оп, вот он, стеснялся. А, разъемчик даже, смотрите, заполнился маслом. О, это тоже не совсем хорошо. Надо будет понять, что произошло. То есть масло стало куда-то потекло в разъем. Я сейчас сам удивлен, первый раз такое вижу. Сейчас попробуем понять, что это такое вообще. Были также здесь ошибки по датчику угла поворота. Электрик откалибровал, ничего не прошло, ничего не исчезло. Вот здесь вот есть толстое место. То есть, ну она на герметике стоит уже. Не снимается. Мертво сидит. Цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Не, нельзя, я Четланин. Уйди отсюда! Так, значит, будем мы сюда сейчас бить ее в лужку, чтобы прокрутить. Если начнем в нагляк бить, то, скорее всего, очень сломаем. Вот, пошла. Через алюминиевую, бронзовую, медную, любую втулочку. Оп, видите, что? Вот это сюрприз. Но это может быть и сальник. Что-то как ведро. Так, а вот поэтому из разъема и потекло здесь. Все заполнилось. Это либо масло из редуктора, либо это масло из муфты. О, какой нехороший запах. Она сгорела. Проблема в том, что здесь, во-первых, надо снять стопор, снять вот этот подшипник. То есть, аккуратно вот разъем здесь, питание вот так проходит. То есть, вот как все это происходит. То есть, все это разбирается, снимается, все аккуратненько. А вот это вот стоят сварочные точки. Вот раз и два. И та гайка уже отворачивается полностью. Ну, там что-то случилось с сальником, или ее подпалили, или сожгли. А сюда? Ну-ка, посмотри. Обычно, когда сальник этот бежит, хвостовик начисляет болтаться туда или сюда. Вот. Ничего подобного нету. Масло недавно там меняли. Говорили, что вроде как все хорошо. Сейчас визуально, конечно, посмотрим. Ну, масло, сгоревшее обычно из редуктора, не бывает. Здесь вроде все прекрасно. С нее прям льется и льется. Да, интересный момент. И что там там? Вообще потоп, что ли? О-о-о! Ну вот, что-то прорвало, масло вытекло, и она начала бить. Где-то у меня дежавю. Я такое уже видел. Такое чувство, что мы сейчас скроем, и... Форционы сгорели там. Запах нехороший. Так, тут что у нас? У нас сальник просто от грязи стоит. Так. Чуть-чуть резинка. Так, вот здесь сейчас ее нужно аккуратненько вытащить, чтобы не оторвать подачу питания. Так, у нас получается масло. Как оно? Прям вообще сюда через провод потекло? Ужас. То есть какое там давление было? То есть сапон не работал вообще. Потому что заклеили на герметик. Так, теперь ее надо сбить с подшипника. Также алюминиевую втулочку, молоточек. Или можно в прессе, если не пойдет. Пошла. Если бы не пошла, то вставили бы в пресс. Также еще регулировочные шайбы имеются вот здесь. Но они особо тут не работают. Все тут вкаки-шмяки. Так, подшипничек, что у нас тут? Подшипник она не гудела. Вроде как. И масло и здесь уже попало. Выдавливало со всех сторон. Допустим, для корпуса у нас сальник имеется. Есть ремкомплект такой. То есть он состоит из подшипника, сальника и фланца. Само, видимо. Все отлично. Вот она, точная сварка. Даже если при хорошем, правильном ударе, отсюда ударить, она отлетит. Вот. Так. Будем отворачивать сейчас. Так, 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 так. Сейчас не помню. Так, этот сальник просто для замены стопора. Вот этот стопор нам надо снять внутренний. Потому что внутренний обоим останется. То есть вот этот стопорочек сейчас снимаем. И сейчас возьмем специальную выколотку. Вот он все отлетел. И вот первый сгоревший фракцион. Тут все поджарилось. Так, подшипник, смотрите, прям заржавел. Вот прям видно стружку, что он железо об железо прям носился здесь сухую. Вот раковина. Он ходил вот здесь прям шарик даже вот крутился. Это верхние фракционы. Самое худшее должно быть там, внизу. Так, вот это у нас получается как волнистая шайба. Для верхнего пакета фракционов. А вот здесь видим, что все. Здесь все выиграло в кашу. Все. К сожалению, данный аппарат не спасти. Дело в том, что для этой муфты, ну и для всех остальных муфт, пакет фракционов отдельно не идет. Вот почему масло все вытекло. Кольцо лопнувшее. Вот, может быть, из-за этого их лопнувшо. А ну-ка, посмотрим. А что с ним тут случилось? Я как будто, смотри, прям кто-то съел его. Вот, может быть, это и есть причины. Причины вытекло. Вот, фракционы визуально видим, что если они изменили форму, они должны быть идеально ровные. То есть вот фракцион. Если фракцион внутренне или наружную сторону изогнуло, то говорит, что все. То есть спасти его уже невозможно. Вот, да. Ну тут вот, смотрите, то есть железо об железо и все. То есть его выгнуло сферической. Ну что, здесь можно выкидывать и уже ничего не смотреть. То есть вот он весь пакет все выгорел. Есть нижний пакет фракционов. Ну тут прям вообще все сухо. Есть нижний пакет, но он уже разбирается отсюда. Откручиваем четыре болта. Здесь у нас торокс, по-моему, 30-й. И разбирается второй пакет фракционов. Тот подшипник внутренний, даже если бы мы найдем фракционы, то мы не найдем подшипники. И вот это будет конец. Ну вот видите, слышите, да? Вон тот подшипник, то есть работал без масла. Все равно нам ее не спасти. Гляди. Вообще-то я не специалист по этим гравитсапам. Пойдем покажем моему чит-лайнеру. Он проверит. Провод питания все на месте. Все хорошо. Вот она заводская, даже смазочка есть. Потому что удалить и снова нанести вот эту сварочную упору, ну то есть незаметно там невозможно. Ну, по мне невозможно. Вот, поэтому эта муфта, то есть, не разбиралась. Так, ну все. Заливать, заправлять ничего не надо. Сейчас, теперь он так и устанавливаем ее. Человек сам за 20 тысяч рублей приобрел контрактную. То есть, ездил в контрактную. Все посмотрели, все подшипники, все отлично, нигде не отломано. Заводская смазка. Все, то есть, как положено. Нигде ничего не бито, не оторвано. Теперь, смотрите, по вот этой муфте. Потому что новая есть в наличии у нас, допустим, у МЗАП. Но она стоит 77 400. Если брать муфту 510-ю, 520-ю, да, там могут быть внутри скрытые дефекты. То есть, вареная чашка или что-то недолито, перелито и так далее, так далее. Может быть, бушный насос там гидравлический или что-то еще. То в этой муфте скрыть не получится данный дефект. Разбор, видно, что она не разбиралась, не вскрывалась. То есть, заводская. И еще. Только лишь вот в этой муфте я полностью поддерживаю, допустим, человека. Зачем платить там, отдавать 80 тысяч. Вот 20 тысяч отдали. То есть, она вообще считается очень надежной и качественной. И поэтому риск, что она будет неисправной или работать будет плохо, очень-очень мал. То есть, скорее всего, мы сейчас все поставим, все будет отлично. Это уже с другими муфтами. То есть, там есть риск. Риск, что вас там обманут, она будет пинаться, что-то неправильно будет отрегулировано и что-то еще. Вот. То здесь, здесь мы видим, что никто в ней не лазил, никто ничего не делал. То есть, ставим как есть. Как обычно, к концу всей работы и всей этих... Когда уже все скрывается, что заднюю давать поздно, скрылся такой факт, что эта муфта, ну якобы вот клиентская муфта, по его словам, начала пинаться две недели назад. То есть, на вопрос, почему вы не приехали, ответил невнятно. То есть, ну вот как-то так. То есть, я не мог вроде бы чего-то туда-сюда. Если у вас что-то появляются, какие-то симптомы, постарайтесь, найдите время, приехать в техцентр, хужить ту же муфту или проверить в целом машину. То есть, не важно, потопленной системе, воздушной, то есть, по полному приводу, не важно. Дело в том, что каждый день вашего движения, то есть, сегодня подергалось, завтра не дергается, через неделю опять подергалось, потом опять неделю не дергается. Это ваш такой денежный счетчик. То есть, он каждый день накручивается. То есть, все больше и больше и больше. У тебя дома жена, сын двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено. Чем дольше вы ездите на неисправной машине, тем больше вы отдадите. Ну все, мы сейчас устанавливаем, подсоединяем, разъемчик с маслом чистим, моем. Тут, в принципе, ничего нет сложного. Ну все, если у вас есть подобные из проблем, то ждем вас. Добро пожаловать. Субтитры создавал DimaTorzok